И сегодняшнюю нашу тут конференцию завершает София Семенова, и она поделится с нами сугубо научным взглядом на жизнь. Посмотрим. Научный это будет или не научный? Добрый день всем. У меня не будет слайдов, я буду делать заготованное выступление, плюс немножко импровизировать, потому что сейчас мы все готовимся к новогоднему сезону, и мы все в зоопарке, поэтому импровизацию простите мне, я буду немножко импровизировать. Знаете, когда я готовилась к выступлению в ТЭТ-формате, я много посмотрела таких выступлений и решила, что воспользуясь случаем, что я имею в виду? Многие люди по всему миру используют психотерапию, то есть они приходят в кабинет, когда у них возникает какая-то проблема, они приходят в кабинет в уютный, садятся к психотерапевту и начинают с ним, по сути, проговаривать свою проблему. То есть психотерапевт слушает, а человек выговаривается. И, в принципе, вся работа, по большому счету, если я правильно понимаю принципы психотерапии, заключается в том, что человек сам как бы находит решение своей проблемы. Вот я сегодня с вами буду заниматься психотерапией, потому что мне очень нравится то помещение. Спасибо Ольге за то, что она нас приютила, за то, что она дала нам такое чудесное место. Мне кажется, здесь есть стульчики. Единственная ситуация немножко обратная. В психотерапии обычно сидят и человек, и психотерапевт. Но вы сидите, вы очень милые, вы очень похожи на психотерапевтов, а я попробую с вами решить свою дилемму. Дилемма заключается в следующем. Все-таки наука или жизнь? Что я имею в виду? Мы с вами очень часто ходим куда-то учиться, читаем умные книжки. И если говорить про внутренние коммуникации в бренд работодателя, у нас очень много теоретических знаний. Но я сейчас сомневаюсь, насколько эти знания действительно нам нужны. Потому что, ну понятно, если вы в космической отрасли работаете, было бы глупо ожидать, что вы сможете запускать космические корабли без того, что вы выучите что-то там про инженерную науку или про что-то еще. Коммуникация, казалось бы, сейчас мир помешан на коммуникациях. Мы все в гаджетах, мы все друг с другом общаемся. И очень странно учиться тому, чтобы общаться с сотрудниками. Странно, да? Мы же все умеем общаться. И действительно ли вот те научные, теоретические знания нам прям так нужны, необходимы? Казалось бы, да? Все настолько быстро меняется. Раньше я бы так никогда не подумала и так бы никогда не сказала. И не стала бы даже мучена эта тема, потому что я была правильной советской девочкой, отличницей, которая, в общем-то, считала, что прежде чем что-то заявить, вот сегодня перед вами я бы, наверное, не стояла, потому что у меня нет технического бэкграунда на эту тему, или я не провела огромное исследование, я бы не говорила ничего вам, да? Потому что я считала, что я недостойна вам этого говорить, поскольку научно не проработала этот вопрос. Но сейчас я уже не дам такой однозначный ответ и не буду так строга к себе и к вам, и вообще ко всем, кто занимается внутренними коммуникациями. Был кейс. Мы в МПЛКОМе в свое время праздновали десятилетие, по-моему, выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу. И моя коллега тогда, знаете, я впервые задумывалась вообще, насколько нужно подходить к внутренним коммуникациям с точки зрения теории, потому что моя коллега отвечала за выпуск, ну, скажем так, вестника некого, посвященному тому, как здорово, что мы вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу. К нам пришел подрядчик. Мы никак не могли согласовать внешний вид. И мне было жаль этого подрядчика. Наверняка, вот я вижу тут представителей подрядчика в другой сфере, наверняка мы с вами, кто-то из вас был на стороне подрядчика, кто-то на стороне клиента, когда вот эта вот тема, ну, мне это не нравится, здесь нет воздуха, добавьте воздуха, плашечку. Ну, что, вы не видите, что это ужасно? Я думаю, господи, ну, должны же быть какие-то критерии, должна же быть какая-то теоретическая база. Как мы можем, не будучи верстальщиками, не знаю, ивенчиками, да, или кем-то еще, как мы можем так говорить? И я решила, что раз я отвечаю за выпуск печатных изданий, пойду-ка я поучусь немножко, пойму, что такое вообще-то СМИК, что это за зверь такой, какие бывают выносы, ну, в общем, все эти термины, я их прекрасно знаю теперь, и могу уже обоснованно сказать, почему мне не хватает воздуха или куда подвинуть эту плашку, и вообще возможно ли это. Дальше я пошла работать в другие компании, и, знаете, у меня к вам вопрос, кто-нибудь когда-нибудь внедрял интернеты, да? А вы всегда, вот, знаете, по науке это делали, когда вы пошли, спросили о болях сотрудников, да, ну, других типа подразделений, а потом нашли подрядчика, который решит именно эту боль. Ну, вот многие из вас так сделали. Поднимите руки, кто так не сделал. Я вас поздравляю. В половине случаев, к сожалению, но это так, вы приходите в компанию, из моей практики это было следующим образом. Я пришла, а там уже была куплена технология, потому что айтишникам просто жуть как нравится вот эта вот самая системка. И они ее внедрили, а вот ты же коммуникатор, давай дальше ее продвигай. Кто-то внедрил какое-то приложение или соцсеть, потому что оно очень нравится генеральному директору. И генеральный директор в восторге, но в это играется, а значит, должны играться все остальные. Кто-то еще по какой-то причине. Интересно, подумала я. Наши какие-то вот знания, хотя если спросить меня, как это правильно делать, я вам скажу, что по науке нужно делать заранее, спросить, все сделать, и тогда это будет прекрасно. Но в реальной жизни, к сожалению, это не так. Если мы говорим про ценности, у кого из вас есть корпоративные ценности? А кто их помнит? А кто по ним живет? О, вот он человек, который живет по ценностям. Но на самом деле в моем портфолио есть успешные проекты по ценностям, когда компании живут по ним, и это не является профанацией. Насколько мы знаем компаний, где, в общем-то, что есть ценности, что их нет. А это же целый проект, это же годы наши с вами, месяцы нашей с вами жизни. Тоже очень много теоретических на эту тему книжек написано, подходов таких научных, но на самом деле в жизни далеко все не так. Вот эти примеры, они заставили меня задуматься о том, вообще стоит ли в принципе учиться чему-то. Или, в общем-то, дело может быть не в том, что мы что-то недоучили, и поэтому это не сработало. И знаете, я сегодня, похоже, с вами прихожу к определенному выводу, что дело, наверное, не в том, что… А, еще у меня есть один пример, классный, извините, я забыла. Немножко экспромта я же обещала. Про стратегию. Как обычно делается стратегия внутренних коммуникаций? Кто знает? Готов кто-нибудь поделиться этим знанием? Ладно, я поделюсь с вами. Я же умная, я же много чего прочитала и знаю. Сначала у вас должна быть стратегия компании. Во многих компаниях сейчас есть… Ну, то есть вы можете кто-нибудь назвать стратегию вашей компании вот так коротко на ближайшее время? Много ли таких людей? О, смотрите, у нас аж раз, два, три человека, четыре. Вау, я считаю, это успех. Соответственно, у нас есть стратегия компании, из нее вытекает, если мы в HR, HR-стратегия. Если мы не в HR, мы тоже должны это учитывать, потому что внутриком все на стыке, пиар-стратегия. Есть ли у вас HR-стратегия, дорогие коллеги? Во многих компаниях. Я вижу знакомые руки. Окей, но людей уже чуть-чуть поменьше. А дальше мы садимся делать нашу стратегию. Вот так говорит нам наука. Что в реальной жизни? В реальной жизни сейчас даже лидерские тренинги учат нас тому, чтобы мы не ждали вот этих многотомных документов по стратегии, а если есть хоть что-то отдаленное, напоминающее стратегические цели, берите это прямо сейчас и используйте для того, чтобы строить ваши стратегические какие-то документы по внутренним коммуникациям или по бренду-работодателям. Вообще мир очень быстро меняется. Вуко-мир не зря его так называют. Так оно и есть. Но вот сейчас с вами говорю и думаю, что вывод, наверное, не в том, что наука нам совершенно не нужна, и учиться это бессмысленное занятие. Или наоборот, есть стопроцентные кейсы. Мне всегда просят дать стопроцентное решение какой-то задачи. Вот стопроцентных решений, к сожалению, нет. То есть наука все-таки, она такая, знаете, как говорили по поводу обучения в МГУ, да? Мы дали вам базу, а теперь давайте-ка уже… Вы же знаете, на какой странице учебника найти ответ в случае необходимости? Вот примерно так, наверное, и стоит относиться к каким-то теоретическим базовым вещам, по моему мнению. Что касается жизни. Мне кажется, если мы вернемся к работающим компаниям с ценностями, с всякими другими вещами, ну, те, не многие из вас, кто подняли руки, я поздравляю вас, наверное, повезло, вам повезло. Либо вы сделали правильный выбор, либо так сложились звезды. Мне кажется, что все теоретическое работает идеально, как прописано, только тогда, когда есть несколько факторов. Фактор первый. Руководство действительно имеет в виду внедрить этот проект. Оно действительно это поддерживает. Ну, а не просто так, что как бы, ну, окей, ладно, давайте, делайте, только не доставайте мне. Когда действительно это важно. С ценностями это прям работает 100%. Потому что если руководитель не верит в эту историю, вряд ли это когда-нибудь заработает. Если мы говорим про другие вещи, должен быть контекст. Если бизнес вот прям нуждается в том, что вы делаете, я имею в виду портал, даже если технология была закуплена айтишниками, все равно, если бизнесу это может помочь, тогда это взлетит. То есть очень важен контекст. Если компания про бизнес, если вы про бизнес, и вы с этим совпадаете, тогда это работает. Ну и третий момент. Мне кажется, наука наукой, теория теории, а здравый смысл никто никогда не отменял. И мне кажется, что все-таки, мое мнение, что у нас где-то с вами, наверное, процентов 20 должно быть науки, а вовсе 70% это импровизация, реальная жизнь и вука мир. Наверное, такой я вывод могу сделать сегодня. Спасибо. Я решила свою проблему. Надеюсь, и вам мои мысли были чем-то полезны. HR-медиа. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И медиапортал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова